Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Ну как им неизвестно обычно имя персонажа Воробьёва, гениального архитектора Иоганна Кристофа Глаубица, который был в общем вырванным из обвини еще одного иностранца в Вильнюсе, селестского архитектора, создавшего вот эту божественную метафизическую линию вильнюсского позднего барокко, которая так была бесконечно дорога Воробьёву. Вот эти имена чаще всего неизвестны, и с моей точки зрения это чудовищная несправедливость. К счастью, у Воробьёва, и это вот такая демонстрация теории рецепции, возник один идеальный читатель. Один, но идеальный, и этим идеальным читателем стал Томас Венслова, что с ним довольно часто происходило, видимо, в его жизни. Он многократно упоминает Воробьёва в своем творчестве, и в одном из своих интервью он сказал о нем следующее, но это примерно он повторял очень много раз. В этом интервью он говорит, что «Вильнюс я начала узнавать, начиная с 10-11 лет. Сначала я его не полюбил. Мне показалось, что это город хаотичный, сильно разрушенный войной. В нем много хорошего, но это хорошее, так сказать, как изюминки в тесте, а само тесто так себе. Так мне казалось лет до 16-17. А потом я его полюбил, безумно полюбил, особенно панорамы Вильнюса, которые открывались с окрестных гор. Надо сказать, была книга, которая сыграла огромную роль в этом. Это книга Николая Воробьёва, которая называлась «Вильнюсское искусство», «Вильнюс мянос». Воробьёв был искусствовед русского происхождения, написавший по-литовски и живший в Литве. Потом он эмигрировал, скончался в Соединенных Штатах, собственно говоря, там покончил с собой, потому что потерял работу и не мог содержать семью. Биографию можно дополнить. Воробьёв родился в Шиуляе в 1903 году. Дальше его семья живёт в Каунасе, потом некоторое время в Москве, потом снова возвращается в Каунас. Он кончает в Каунасе немецкую гимназию, и немецкий язык, немецкая культура в его жизни всегда играли чрезвычайно важную роль, в общем, определяющую. Далее он учится на протяжении с 1933 по 1940, то есть долго. Нет, извините, пожалуйста, перед этим, то есть он кончил учиться в 1933. Он учится в Мюнхенском, начиная с 1926 по 1933. Он учится в Берлинском университете, в Мюнхенском университете, он учится у великих людей, у Ромэна Ролана, у французского историка искусств Андрей Фассиона, у знаменитого, очень известного историка Вильхельма Пиндера, у Вольфлина. Затем он в 1933 году возвращается в Литву и сразу не находит в себе применения, и вообще он трудно очень, что, опять-таки, понятно, пробивается в этих обстоятельствах, преподает в гимназии Каунасе, потом он, начиная преподавать в Вильхельском университете, становится очень известным как автор статьи, поскольку он замечательно пишет. И далее все очень грустно, в 1944 году он переезжает в Германию, в 1948 в США, преподает там русскую литературу в каком-то колледже для девочек, пишет монографию о Чурлёнисе, который еще один очень важный его герой по-немецки. И в 1954 году он кончает жизнь самоубийством, поскольку он теряет работу и, так сказать, не видит для себя никакого выхода. Трагизм этой фигуры в том, что он был услышан немногими, но вот Венцлава его услышал, и, возможно, услышал слишком поздно. Это знакомая нам ситуация в этом историческом контексте. Я совершенно не хочу проводить никаких параллелей, но в некотором смысле сходным образом трагичность творчества Бахтина в том, что он нашел своих читателей много позже, чем были написаны его книги. И, как мы понимаем, для диалога нужно следование классистическим единством, единству времени, места и пространства. Иначе диалог запаздывает, и, как понятно, для поддержания диалога это совершенно необратимая потеря, то есть катастрофа. Кроме того, Воробьев оказался жертвой рока, жертвой своего времени. Как пишет Гедри Янквичути, его высокий интеллектуальный потенциал наталкивался на неодолимую силу обстоятельств. И, в общем, вначале все складывалось совсем неплохо, особенно были замечательные счастливые плодотворные годы, когда он получал образование в Германии. Его биография, так сказать, вплоть до этого ужасного финала, тем не менее поражает какой-то внутренней обреченностью. Это действительно неодолимая сила обстоятельств. У Аверинцева есть очень важная статья о сузбах античной рецепции, которая от Винкельмановского в XX веке, которая от Винкельмановского поиска гармонии приходит к видению и, собственно, моделированию хаоса в лице таких мыслителей, как Ницше и Хайдеггер. И в конечном счете, по мнению Аверинцева, прибои к фашизму. Воробьев всю жизнь идет в гармонии, воспевает ее, насаждает, культивирует, но в конечном счете не справляется с этой неодолимой силой обстоятельств. Как мне кажется, в его облике, его фотографии, его творчестве есть какая-то трогательная хрупкость и изящество, но вместе с тем и твердость. Он предан идеалам красоты и гармонии. Это напоминает пушкинское «Нам целый мир чужби, на отечество нам царское село». Таким отечеством для него стала метафизическая красота архитектуры, его любимого позднего барокко Вильнюса. И довольно интересно вот эту книгу прочесть с точки зрения вот этой столь модной сейчас темы идентичности. Вот какова идентичность, так сказать, как осознает себя Воробьев. Вот мне кажется, что для него действительно отечество – это вильнюсская барокко. Он в сущности всюду был чужим. Две культурные традиции, русская и немецкая, в рамках которой он формировался, переживают страшные времена, соприкасаясь с открытым сном и, собственно, трансформируя в него. Показательно, что известный историк искусств, который переходит на вполне такие нацистские взгляды, его учитель главный, Вильхем Пиндер, сетует по поводу его диссертации, что диссертация очень хороша и очень жаль, что ее написал мне немец. На дворе 1933 год и в Германии начинают цениться настоящие немцы. Друг Томаса Венцлова и Иосифа Бродского, Ромас Катилюс, пишет о том, что когда он в Америке познакомился с Марией Воробьевой, дочерью Воробьева, волею и судеб, ставшей близким другом Бродского, то он сказал ей, «Ваш отец был нашим богом». Катилюс – ближайший друг Бродского и ближайший друг Венцлова, и, конечно, книгу Воробьева он получил из рук Венцлова, из библиотеки его отца. Именно книга Воробьева, прочитанная в школе по словам Катилюса, заставила его поднять голову и посмотреть на свой город, чтобы потом уже не отрывать от него взгляда. А это именно то, к чему призывает Воробьев читателей уже на первых страницах книги. Я даже не скажу, что в моей биографии тоже был параллельный эпизод, поскольку, прочтя у Венцлова тысячу лет назад, 30, видимо, о существовании этой книги, я попыталась найти ее у вильнюсских букинистов. Они сказали, что это большая редкость, но потом через неделю нашли, и довольно задорого я ее купила. И когда я ее прочла дня через три, поскольку она очень короткая и действительно замечательно написана, то я нашла просто на книжной полке книжку из библиотеки дедушки, деда своего мужа, жившего в Каунасе. То есть эта книга, другое издание, в смысле то же самое издание, но вот собственная книга, оказывается, в нашем доме была. Очевидно, что особый ракурс зрения, причастность к метафизической прелести Вильнюса, в полной мере воспринял у своих друзей Бродский. И без книги Воробьева, как мне кажется, вильнюсские стихи Бродского звучали бы иначе. «Над холмами Литвы что-то вроде мольбы за весь мир раздается в потемках, бубнящий, глухой, невеселый звук плывет над селениями в сторону Курской косы. То святой Казимир в чудотворном Николой коротают часы в ожидании зимней зари». Говоря о книге Воробьева, Венслова сравнивает ее значение со знаменитыми книгами, посвященными описанию городов. Он говорит о камнях Венеции Джона Раскина. О образах Италии Павла Петровича Муратова и о книге Николая Павловича Анциферова «Душа Петербурга». Стали искусство Вильнюса в один ряд с ними. Но мне кажется, что вот тут он не совсем прав, что в данном случае речь идет о явлении другого порядка. Потому что ни Раскин, ни Анциферов, ни Муратов не придумали своих городов. Венеция и Петербург существовали в момент написания книг как сложившийся и цельный феномен культуры. Можно говорить, что Гоголь повлиял на наше видение Петербурга, что Гоффман заставил нас по-иному взглянуть на Венецию. Но здесь мы выступаем в принципиально иную область – взаимовлияние литературы и города. Как мне кажется, случай Воробьева особенный именно тем, что его слово обрело, говоря лингвистическим языком, функцию перформатива. И в роли одушевляющего рассказчика, что вообще происходит редко, выступил ученый, историк искусств. Можно утверждать, что после выхода этой книги город не просто стал восприниматься иначе, а фактически преобразился. И сравнение с Вазари в данном случае кажется мне уместным при полном отсутствии внешних сопадений. Потому что оба историка выступили в качестве первооткрывателей и в общем созидателей. Во многом воздействие книги Воробьева, эту ее перформативную функцию, как представляется, можно объяснить тем, что ученый принадлежал в равной степени русской, немецкой и литовской культурам. Сохранившиеся черновики поражают воображение, но одновременно очень типичны. Они составлены из пассажей на немецком и русском, которые постепенно амальгамируют, перерабатываются и, я бы сказала, воплощаются в литовском. В совершенно особенном и прекрасном литовском языке Воробьева. Это полигласия, которая поразила в свое время, судя по всему, Бахтина в Вильнюсе. И поликультурность Воробьева, который закончил немецкую гимназию, учился в Германии, вдающихся философов и историков искусств, нашли совершенное отражение в языке искусства Вильнюсе. История литературы полна примерами того, как другая дикция, другая интонация, иная метрика одушевляют воспринимаемую нами как рутинную привычную речь, и как перевод с другого языка поднимает язык перевода на недосягаемую высоту. Это пример провансальской проэзии, сформировавшей итальянский Дольче Стильнова. Это фантастический, совершенный английский язык Конрада. Это метрический опыт Ломоносова, преображение русской поэтической речи Жуковским, о чем пишет Аверинцев. И занимаясь греческой литературой, объемы поражают литовцев. И в общем не всегда им нравится, не сразу нравится. Составитель, издатель и ученый, занимающийся, о котором я уже неоднократно говорила, Геда Янкевичуты, пишет о том, что когда она впервые прочла искусство Вильнюса в школе, язык показался ей слишком напыщенным. А сейчас она говорит о предельной ясности, выразительности и даже резкости выражения. Я вот приведу пример просто, ну скажем, маленькая просто фраза литовская. Вильнюс – живой, целомудрый, непрелестный оттиск памяти народа, пройденном за несколько веков пути. Это наша автобиография, которая рассказывает нам памятники искусства. Ну и это можно продолжать, скажем, он пишет, это история памятников искусства, особенная и своеобычная, она соткана из цветов и линий, светотений, из пластических образов, она обгоняет рассудок, обращаясь непосредственно к нашим чувствам. Вот у меня ощущение, что так практически, ну я не буду, поскольку у меня нет времени цитировать это по-литовски, но у меня ощущение, что практически, вот, так сказать, так не писали в этот момент, этот язык действительно поражает. И можно, вот, так сказать, исследование языка Воробьева – это, так сказать, особая тема, и, по своей точки зрения, очень интересная. Взгляде на эту фотографию этого хрупкого, изящного, элегантного человека, и такого вот, ну, может быть, потому что мы знаем, что с ним произошло, обреченного, мне кажется, что вот это описывает текст Бродского. «Призрак бродит по Каунасу, входит в собор, выбегает наружу, плетется паласе с олеей, входит в тюльпе, садится к столу, кельнер, глядя в пол, видит только салфетки, огни бокалей, снег, токси на углу, просто улицу, бьюсь об заклад и готов позавидовать, ибо незримость входит в моду с годами, как тело уступка души, как намек на грядущее, как маск-халат рая, как затянувшийся минус». Вот этот маск-халат рая – это действительно то, что, как мне кажется, было бы замечательной метафорой к книге «Вильнюс Мянос», «Вильнюсское искусство». Спасибо. Вы очень убедительно сказали о литературных особенностях текстов Воробьева, связанных с его билингвизмом и так далее, но ничего не сказали о том, насколько, в чем оригинальность трактовки его барокко. Понимаете, тут я вижу барокко «Вильнюс», я тут вижу некоторую возможность парадокса такого, может быть, так сказать, продуктивного вполне, а именно барокко – это ведь первый интернациональный стиль. В этом смысле он объединяет народы и, так сказать, все. А речь идет о неком барокко, связанном с гениус Лоци, именно Вильнюса. Вот в чем была специфика? Ну, интернациональный, мне кажется, любой стиль, вообще, любое произведение искусства, когда оно поднимается на некоторую вышину, она, так сказать, автоматически становится интернациональным. Поэтому я не знаю, почему, например, классицизм менее интернациональный стиль, чем барокко. Нет, барокко первый просто национальный. Ну да, хорошо. Но в случае трактовки, в случае вот этой книжки, это действительно невероятно конкретный, такой вот живой и цепкий взгляд историко-искусств. Ну, скажем, он действительно первый начинает говорить о чрезвычайно важной роли, которая сыграла в формировании облика Вильнюса, который фактически сгорел во время пожаров в середине XVIII века. И вот после этого в Вильнюс приезжает, это такая загадочная фигура, потому что мы не знаем толком, откуда он, но, предположительно, это Селезский из Южной, из Селезии немец Иоганн Глаубец, и он перестраивает весь город и, собственно, и создает вот это вильнюсская барокко. Потому что это очень конкретные вещи. То есть нигде больше нет такого количества церквей, где было бы две, то есть у него всегда две асимметричные башни. Эти его фасады, то есть он обычно перестраивает фасады, он делает интерьеры, он совершенно в этом смысле действительно полифункционален, потому что он протестант, он делает интерьер в синагоге, он перестраивает все католические соборы. И вот, с моей точки зрения, более потрясающие, прекрасные вещи, чем, скажем, церковь миссионеров, которая возвышается над городом, и там тоже вот эти две башни. И вот эти две башни – это вообще вещь необъяснимая, потому что она противоречит вообще, ну, так сказать, человечество любит, чтобы было три или одна, но не две. Ну, по-разному, да, да, да. Ну, по крайней мере, европейцы, по крайней мере, имеют такие обычные преференции. Ну, в общем, и это только просто один пример, потому что он действительно обращает внимание на кучу каких-то удивительных вещей, при том, что, ну, вообще-то это просто комментарий к альбому фотографий, и это тоже другая история, потому что вот у меня это не получилось, но я хотела показать видео. Это Ян Булл, Хакас Булл, не знаю, как его произнести. Ну, то есть это польско-виленский фотограф, чрезвычайно знаменитый, который был президентом виленского общества фотографов, и вот он мастер такого импрессионизма, и, собственно, зачинатель такого импрессионизма. И вот это, конечно, был выбор Воробьёва, он выбрал именно эти фотографии. Ну, то есть, в общем, это действительно абсолютное произведение искусства. Вот сейчас, буквально через, по-моему, месяц собираются переиздать эту книжку, слава тебе Господи, вот, но уже с другими фотографиями. Я хотел несколько комментариев еще. Глаубец участвовал, создал интерьер православного храма Святого Духа, построил в очередной раз протестантскую кирху. А что касается вильнюсского барокко, то оно присутствует и в том числе в работах Глаубеца. Не только в Вильнюсе, но и в Белоруссии есть храмы, построенные им, или вот в духе его школы. И это барокко-глаубец, скажем так, тот же упомянутый костел миссионеров, они радикально отличаются, например, от барочного костела Святой Терез, или барочных итальянских храмов, или барочных храмов, скажем, в той же Варшавинке. И еще одно, вот уже в докладчику, одно соображение. Бородский действительно увидел вильнюс, увидел вильнюс благодаря своим друзьям Катилюсу и Томасу Венславе, которые, как есть тому свидетельство, скажем, в этом изумительном комментарии к литовскому диверситменту Томаса Венславы, они показывали ему вот этот старый город Вильнюса, буквально, венслав он пишет, по Николаю Воробьеву. Я просто не успевала вот эту всю информацию сообщить, потому что это отдельный, так сказать, отдельный текст, это отдельный доклад про глаубица. Но вот что, по-моему, совершенно поразительно, это как история сплетает литературный сюжет, то, что дочь Воробьева становится фактически одним из главных конфидентов и друзей, очень важным человеком в жизни Бродского. И при этом меня, надо сказать, абсолютно поразило, что когда они стали с ней общаться, Катилюсу и Венслава, то они поняли, что она... Во-первых, они, так сказать, насколько я понимаю, не выяснили, знает ли она вообще литовский язык. И было очевидно, что при этом она была человек очень значительный, яркий, интересный, и действительно, так сказать, Бродский с ней дружил совершенно полноценно и на очень, так сказать, в высоком уровне, как он умел. Но, судя по всему, она не знала о том, о роли своего отца и вообще о том, что он из себя представлял. Возможно, она, так сказать, до конца себе не представляла. В том смысле, что действительно, ну вот, это была такая семейная трагедия, он кончил жизнь самоубийством, и, ну вот, скорее, они воспринимали его как человека, который, ну, так сказать, пал под силой обстоятельств, а вот не победителя, которым в некотором смысле, мне кажется, он является. Спасибо большое за хорошие слова, но и мне, как Вильнюсу, который родился в Вильнюсе и жил многие, многие свои года, за знакомство с новым именем, так что я сейчас должен признаться брешь в моем эстетическом, историческом и вообще художественном понимании Вильнюса, так что спасибо, спасибо большое. Спасибо.